Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем играть в игру под названием The Forest. Итак, я сейчас подобрал только что микросхемы. Правда, не знаю зачем, потому что мы в основном-то ничего интересного не сможем скомбинировать. Но, но мы будем продолжать строить забор, и в первую очередь, конечно, надо построить макет приблизительный, я так предполагаю, по которому мы уже будем дальше с вами работать. Итак, у меня была мысль, мысль была, значит, сделать переход на самолет или базу над самолетом. Для этого, наверное, нужно вот так вот поставить стену, как-то вот так вот, я думаю. Вот вот так, потом далее вторую поставить вот так, вот чтобы было место, а далее сверху присобачить, вот примерно вот таким вот образом. немножко получилось не так, как я предполагал, но все же, все же, вот. А, откуда у меня бревно? Лоу. Немножко не понял, откуда у меня бревно взялось, но ладно. В любом случае, мы с вами что-то сделали. Так, секундочку. Немножечко отвлекся, извиняюсь. Так, дальше, дальше, дальше больше. Дальше мы вот так вот будем ставить стену уже, я думаю. Вот, отлично. Просто замечательно. Пускай будет, потому что самолет, это, я считаю, самое лучшее и самое интересное место для застройки. Здесь у нас и еда есть, и, в принципе, рядом-то у нас есть сигнальный пистолет, причем с одной стороны под яхтой, и с другой стороны под кабиной пилота, где-то там. И я предлагаю сейчас, я предлагаю сейчас, а, у нас варан уже есть, да? Мне говорили, что есть баг с чешуей варана, то есть, ее можно сделать себе почти полный комплект брони. Для этого нужно варан, соответственно, грохнуть, вот, и его чешуей быстро-быстро использовать. Правда, не знаю. Скорее всего, скорее всего, ничего не получится, потому что чешуи у меня здесь нет, она забагована, и ничего не поделаешь. Так что нам нужно дальше взять. Не знаю, не знаю. Я еще не выздоровел, поэтому извиняюсь, если периодически буду хлюпать носом. Такое тоже бывает, вы, наверное, понимаете, да? Такое тоже случается. И не получилось у нас все сделать по плану, как мы собирались изначально. Поэтому, поэтому, а слушайте, а как насчет того, чтобы сделать здесь дверку? Причем такую интересную достаточно. Не знаю, получится, сейчас не получится. Хотелось бы, конечно, чтобы получилось, было бы гораздо прикольнее. И как-нибудь, знаете, как ее можно расположить? Можно дверку, первую часть вот так поставить. Я тебе не приклеивал. Собака такая не хочет нормально ставиться, однако. Вот-вот-вот тянет вот ее, тянет просто. Может быть, вот так попробовать? Вот так вот, допустим. О! И вот здесь вот. И вот здесь вот. И вот... О! О! Шикарно просто, да, получается? То есть, что-то такое нарисовывается. И давайте мы скушаем всю смородину. Пускай. И еще здесь подпитаем сейчас под нашим самолетом. Ну, место, конечно, еще миметичное достаточно. То есть, самолет, последний островок цивилизации, который мы с собой сюда принесли. И мне всегда будет интересно, что это за фильм там? Какой-то фильм, а теперь какая-то надпись еще. Вот туда никак не пролезть, к сожалению. Если только с помощью дебаг-мода, который я не знаю, как здесь активировать. Но все же. Так, 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 так. Красный музон. Я очень рад, что многим из вас нравится музыка. В принципе, мне тоже. То есть, мы с вами солидарны абсолютно. Ну, кому-то, конечно, не нравится, но на таких людей подавляющее меньшинство. Блин, там каннибал уже гуляет во все. И знаете что? Давайте мы сейчас с вами бревна используем и пойдем за сигнальным пистолетом в кабину пилота. Во. Вот так. Хорошо же на пляж бегать. Надо какой-то разнообразием нести. Во. Супер. Четыре бревна, правда, всего. В принципе, не так уж и много. Хотелось бы пять. Но это в идеале. В идеале. Все, бежим. Фух. Надеюсь, у нас будет кабина эта рядом валяться. Не придется особенно далеко бегать. Это было бы грустно очень. И вот новым патчем сделали так, что у нас выносливость теперь устанавливается очень медленно. Это минус. То есть разработчики сделали игру хардкорнее, с одной стороны, да. Но с другой стороны играть стало тяжелее. Ну, по-моему, нет. По-моему, дисбаланс уже получается. То есть, если игра сама по себе сложная, хардкорная, да. то есть постепенно срубание всех этих деревьев, тяжелое уничтожение каннибалов, то, блин, выносливость хотя бы могли бы оставить нормальную. Но нет, у нас персонаж выдыхается очень-очень быстро. Что на руку? Абсолютно не нам. Кому угодно, но не нам. Я думаю, вы со мной в этом плане солидарно будете. Итак, кабина у нас где-то здесь, походу. Надеюсь, мы ее найдем сейчас, потому что она нам нужна. Я уж с ума сошел. Думал, ты сын сидит. Елки. Это пенек. Докатился, называется. И вот у нас тут лагерь есть. Который знакомый достаточно. Стоп, прождите, Куда это мы пришли? Я уже начал теряться. Абсолютно. Неужели мы пришли не туда, куда надо? Ладно, давайте мы тогда грязюкой обмажемся. Пускай будет, правда? Нормалек, нормалек. Грязюка это то, что нам нужно, чтобы жить дружно. И кабина пилота тоже нам нужна, чтобы жить дружно. Вот. Зато проверим, кстати, насколько уверен слух о том, что грязь нам помогает скрываться от каннибалов. я даже еще раз обмажу сейчас, чтобы вообще уже был вариант стопроцентный. И неужели мы сейчас придем с вами в деревню теннисистов? Скорее всего, слушайте. Но с другой стороны, где деревня теннисистов, там у нас и, соответственно, кабина, поэтому надо как-то аккуратненько тут спуститься, потому что место опасное достаточно крутое, а в пещеру не хотел бы, не хотелось бы попасть. И здесь нет, мы здесь с вами нормально не спустимся. Блин, безобразие. Дайте мне нормальную возможность спуститься. Вот как тут примерно. Только здесь тоже надо осторожно, очень осторожно пойти. То, что наш персонаж любит подпрыгивать на ровном месте, что нам совсем не на руку. Во! Во! Спустились, так спустились, по-царски. И, знаете, я уже начал жалеть о том, что мы с вами куда-то пошли, но, но, если судить по индикаторам, то я думаю, мы с вами как-нибудь найдем потом наш шалаш. Ну, конечно же найдем, что я говорю, но, но, главное запомнить, где у нас пистолет лежит, вот, чтобы мы всегда могли его использовать и подобрать в нужное время. А то, ну, правда, уже как-то по-моему не то, постоянно на пляж бегать. Пляж, конечно, это тоже круто, да, весело и все такое, но не настолько же весело-то, согласитесь. И, знаете, очень надеюсь, то, что в обновлении 003 все-таки добавят другую часть острова, потому что уже, по-моему, все, кто только можно, уже излазили ее. И вот, да, самолет, самолет здесь. Я это помню. Сейчас мы немножко наверх, по идее, должны подняться, он будет тут. Тут как тут. Там, соответственно, и сигнальный пистолет, и все остальное. То есть, место грибное. Вот. И наш персонаж уже устал. Все, отдыхать ему надо. Курильщик ты толстый. Надо было себе попу меньше отъедать, трап бегал бы, как спортсмен. А так? А так, твою. Я тебе сейчас устрою экзекуцию. Эта пидрю у меня еще поджарила, слушайте. Ах ты. Блин, вообще жесть. У меня еще поджарить успел. Скотина такая. Да сколько ж можно-то, блин, падла. И все, я побежал со своей жопой сраной. Нет? Да все, что ли? Готов. Победила дружба. Вот. Вот он вердикт, самый настоящий. И что-то кабины-то здесь нету, нихера, друзья. Где она? Где ты, кабина? Я тебя жду, моя дорогая. Пожалуйста, покажись. Потому что мне нужны твои сигнальные ракеты и все остальное. Я буду только рад. И давайте мы пойдем туда. Потому что там каннибал у нас есть. А каннибал, мы с ними не дружим. Мы общение не поддерживаем. Поэтому, ну их нафиг. А в пещеру совсем не хотелось бы попадать в нашем случае. Правда? И знаете, что будет самое печальное? Если мы сейчас с вами кабину пилота найдем в тот момент как раз, когда у нас будет минимум здоровья и все. И трындец. Вот это будет тогда просто. Эпик фейл. Но почему-то у меня такое ощущение, что именно такой эпик фейл и будет. Вот. Так, мы что? А, нет. Это уже другое маленькое поселение. Ага. Нет, ну где-то здесь она. Это я помню точно. Это 100%. Но вот где? Ну вот где? Фиг его знает на самом деле. Я думаю, что где-то тут. Потому что если пойти в ту сторону, она может быть там вообще? Чисто теоретически. Я думаю, что может. Ну вот так же еще есть... Так, вон там тусовка каннибалов. Хе-хе-хе. Не, я туда не пойду. Я туда не пойду. Спасибо. Как-нибудь уж отговорю себя. Блин, как же все-таки красиво тут все сделано. Шикарно просто. Просто супер. Но, пожалуйста, дайте мне кабину. Мне она нужна. Я многого не прошу. Мне просто нужна кабина. Даже пилотов можете себе оставить. Мне их некуда засунуть. И делать мне с ними тоже нечего. Поэтому мы как-то по-свойски разберемся, правильная игра. Вот. Пилоты в одну сторону, мы с вами в другую сторону. И все будет круто. Или нет? Или все-таки... Все-таки, да. Все-таки у меня такое ощущение, что игра нас оставила без кабина. А, или... Подождите. Или кабина у нас теперь в рандомном месте появляется. То есть, самолет у нас теперь падает в одном месте, получается, да? А кабина раньше была в другом. Соответственно, теперь она, скорее всего, поменяла свое местоположение. Верно? Есть такая мысль. И вот, кстати, одна из знаменательных точек в игре. Это дерево. Я не помню, как оно называется. Но у него какое-то есть свое название даже. Определенное. Не могу сказать, какое точно, но есть. То есть, уже меметичное дерево. Представьте себе. Так. И у нас с вами выносилась попи в полный. Предлагаю включить музон. О! Оу! Оу! Так, тихо, 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 тихо. Нет, под такую музыку спрыгивать с обрыва не самый лучший вариант. Ее надо слушать. Вот. Слушать и впитывать. Ретро, друзья. Ретро и нью вейв. Если кто не знает, вот такой жанр. Так, вот тут надо лучше пешком идти, потому что сейчас можем разогнаться, подскочим где-нибудь на какой-нибудь кочке и уху! Полетим, как навигатор. Будет не совсем лучшая вещь. Есть такой фильм «Полет навигатор» называется. Люди, которые смотрели его, поймут определенно, о чем я говорю. Слушайте, что это за цветы? А, ну, наверное, они уже были определенно. Так, это у нас понятно. Понятно, папоротники, значит, да, тут растут. Причем в таких больших количествах не скупятся, не скупятся на рост. Ну, так ок, ок, я не против. Папоротники это тоже вещь интересная. Самое интересное, что они очень легко растут. Вот, то есть, как сорняки примерно. Ну, листочки с них тоже можно получить, наверное. Нет? Ну-ка. А, все, я думал, написать «Быть сверху, а нас снизу» «Lives Collected». Слушайте, мы пришли с вами в наш первый лагерь самый. Давайте тогда себе зажаримся ларана, что ли. Давно мы тут не были. Ой, как давно. Лично. Давайте мы тут сейчас себе все оккультурим, чтобы было прикольно. Прикольно, весело и все такое прочее. Так. Кажется, тут все бросло жестоко за то время, пока мы тут не были. Некрасиво, однако. Некрасиво. И, кстати, по поводу бага с бревнами. Мне сказали, что я должен был еще топор в руках держать, чтобы баг сработал. Ну, знаете, я уж проверять не буду, потому что это реально бредом попахивает конкретным или троллингом. Итак, варан, иди на костер, давай, отдыхаемый товарищ. Слушайте, столько в лесу уже выживаем, да, а пузо, пузо как бочка. Может он пиво морально пьет, я не знаю, может или что-то еще. Но как же у вас там это все сделали, блин, светло, а на улице не сказать, чтобы так все весело и радужно. Корабль готова, еда. Пожалуйста, пожалуйста, когда появится надпись съесть, ну-ка, пожалуйста, о-о-о-о, и кстати, я думаю, что можно использовать бак на поленицу, вот, извиняюсь, и ее как импровизированный заборчик сделать, декоративный чисто, то есть, не чтобы там кого-то оградить, а именно как заборчик такой получается, знаете, как траншеи, нет, не траншеи даже, а именно брустверы, вот по-моему, называются штуки брустверы, такие железные херовинки, вот, их обычно ставят для того, чтобы проехать нельзя было, вот, по поводу танков ничего не скажу, но вот машина простая, на брустверы не попрет, по-моему, танки тоже, не знаю, они обычно в форме буквы Ж, или звездочки устанавливаются, так, и что у нас там снаружи, нам нужно, потому что идти к самолету сейчас, а нет, нет, подождите, даже не к самолету, а нужно ракетницу сейчас брать, вот ракетница нужна, потому что без ракетницы мы с вами нифига не справимся, нифига, я кстати забыл, что у меня есть медикаменты, они нам жизнь если что восстановят, так, товарищ, товарищ, почему он здесь застревает, я не могу понять вообще, ни хрена, ни хрена не могу понять, чего ему не хватает, вот он застревает просто, и все, вот, вот, железно, короче, ну, в попу, давайте мы так просто через забор перелезим сейчас, я сказал, через забор сейчас, твою-то, слушай, ты вообще что, что тут происходит, во, пока не наругаешься, ничего не будет делать, салага такая, и, сколько я уже не был в лагере, да, а деревья до сих пор нифига не растут, ну, это нет, это не прикольно, а то мне говорят, что они могут вырасти, и все такое, но не растут, ну, что ж, давайте мы это район этом серии завершим, надеюсь, она вам понравилась, так же, как и мне, ставьте пальцы вверх, добавляйтесь, подписчики, всем спасибо за внимание, и пока!